Я считаю, что нужно время от времени детей вводить на экскурсию в дома ребенка, в интернаты для детей и инвалидов, чтобы они видели, что вот каков результат непродуманной половой жизни преждевременной. И детей этих родов показать инвалидов, пусть смотрят. Ситуация в Казахстане с каждым днем становится все более драматичной и непредсказуемой. Драматичной, потому что уже всем стало очевидно, что государственная система клана Назарбаева близка к полному моральному разложению, а значит и к развалу, непредсказуемой, потому что надвигающийся экономический, а затем и политический кризис может вылиться во что угодно. Зная нашу прекрасную историю, мы с высокой долей вероятности можем предположить, что в это смутное время на свет вылезут всякие подонки, паранойки и убийцы. Как правило, в переломные исторические моменты эта нечисть под прикрытием самых благих намерений всеми возможными и невозможными средствами пытается захватить власть. За примерами далеко ходить не надо. Их просто тьма, начиная от захвата власти большевиками в 1917 и заканчивая воцарением целой плеяды бывших коммунистических вожаков, кстати, прямых потомков тех же большевиков, в большинстве республик бывшего Советского Союза. И Казахстан этому классический пример. Эта страна помнит не только красный террор к депортации и расстрелу, а также может похвастать классическим примером того, как вчерашние комсордией коммунисты, вмиг переобувшись, стали елбасы и долларовыми миллиардерами, причем с поистине царскими замашками. Теперь давайте порассуждаем о том, с чем в будущем столкнется Казахстан и сделаем соответствующие прогнозы. Как я говорил выше, ситуация будет складываться драматично. Сильно постаревший и впавший в маразм основатель государственной системы Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев на пару с полуживой мумией-президентом Такаевым уже никак не контролирует те исторические процессы, которые сейчас происходят в стране. Данную ситуацию можно сравнить с десятибальным землетрясением и как следствие появлением гигантского цунами. Где-то далеко в океане сдвинулись тектонические плиты, но сокрушительная волна еще не добралась до места предполагаемой катастрофы. Все датчики и сейсмографы говорят, что вот-вот скоро накроет и шарахнет катастрофа поистине апокалиптических масштабов, а власти Казахстана всем своим видом показывают, что все под контролем и им нечего бояться. Но делать вид это не значит, что у них все так гладко и хорошо. На самом деле все очень плохо и печально, ибо когда накроет волна, это будет не просто жалкая кучка оппозиционеров с лозунгами и плакатами, а настоящее людское цунами, вооруженное палками и камнями. Сейчас на горизонте уже отчетливо видны черные свинцовые, сверкающие от молнии тучи, в лицо начинает дуть резкий и пронизывающий ветер, а вчерашнего штиля и спокойствия уже ровным счетом ничего не осталось. Чувствуется неопределенная нервозность, общество напугано, а вожаки не в состоянии ничего сделать, ибо они состарились и деградировали. Их наследники и потомки тоже ни на что не способны. Максимум, что они могут, так это только воровать и травить свою ментовскую свору на безоружных мужчин и доведенных до полного отчаяния женщин. Назарбаевская клана-олигархическая система, как настоящий паразит, способна существовать только при высоких ценах на углеводороды и другие добываемые в стране полезные ископаемые. Только при этих условиях они могут себе позволить содержать гигантский ментовской ГНБшный репрессивный аппарат и колоссальную армию чиновников, обслуживающих всю эту воровскую свору. Я гордился им, брал с него пример, что теперь его не стало. Все виноваты в смерти Дулата, все люди в формах. Пусть все уйдут в отставку, всех надо судить. Как и в России, казахстанские элиты с обслуживающим их персоналом, ментами, судьями и чинушами заключили такой своеобразный негласный договор, который носит государственно образующий характер. Мы вам должности, звания, гарантированную зарплату и возможность безнаказанно доить население, а вы нам безопасность и полное покрытие воровства и беспредела, основанного на выкачивании народных природных ресурсов. Вся эта схема еще более-менее работала до нового 2020 года, когда нефть еще хоть что-то стоила, а народ еще кое-как доился. Сейчас же уже и доить некого, и продать некому. Нефть, а это так или иначе 40% казахстанской экономики, из-за начавшегося мирового кризиса, нахрен никому не нужна. А народ в силу дикой коррупции и маразматичного управления стал не просто бедным, а уже по-настоящему нищим. Еще пару-тройку месяцев тому назад у большинства населения складывалось устойчивое впечатление, что Назарбаевское дерево власти, несмотря на всю свою гниль и порочность, достаточно устойчиво и надежно. Оно таковым было, потому что стояло в абсолютном штиле и спокойствии, где частный бизнес, начиная от мелкого подворья и заканчивая более-менее крупными строительными, торговыми и логистическими компаниями, хоть как-то вдыхал жизнь в этот полудохлый экономический труп, который Такаев в свое время назвал величайшим достижением лбасы или казахстанский путь. В итоге, этим величайшим достижением стало не только полное уничтожение промышленности, образования и медицины, но и финальная кастрация среднего бизнеса и мелкого предпринимательства. 30 лет воровства и распиздяйства не прошли бесследно. Затья, олигархи, братья, сватья, племеши и дочки, не знающие меры элементарных норм приличия, погрязшие в роскоши и разврате, просрали весь потенциал великой страны на любовниц, понты, безумную роскошь и недвижимость за границей. Они занялись истреблением народа. Дерега же, дав указ правоохранительным органам и спецслужбам, как нужно обращаться с народом, занялась своим имуществом. Сейчас она занята своей недвижимостью. Стоимостью около 104 миллионов долларов. Пытается доказать Высокому суду Англии, что два особняка и квартиры в столице Англии были приобретены на ее законные средства, что она экономически независимая Дерега Назарбаева. Это она может доказала Высокому суду Англии, но никак не народу Казахстану. Эта вся недвижимость на 104 миллионов долларов, купленная на наши с вами деньги. Это деньги народа. Я хочу задать Дереге всего лишь один вопрос. Дорогая, да-да, именно дорогая Дерега. А что будут есть люди, которых ты во время карантина заперла по домам и у которых нет средств существования? Они что будут грызть? Кирпичи твоей лондонской квартиры? А может пробовать на зуб твои бриллиантовые ошейники? Где государственная помощь обездоленным и несчастным? Даже твое пособие в 42 500 тенге, а это всего лишь каких-то несчастных 100 баксов, выглядит как жалкая подачка. Даже наш недообнуленный расщедрился до 163 долларов на раба. Хотя о чем это я? Какие щедроты? Вы же два наследничка, два сапога пара, способные лишь на то, чтобы делать гадости и портить людям жизнь своей алчностью и своим существованием. Благодаря вашей тупой и маразматичной политике вы не только разграбили и разворовали свои страны, а что самое ужасное, бросили людей на произвол судьбы один на один с коронавирусной инфекцией. Наше общество просто-напросто разрывается от скандалов в Ютубе и Инстаграме, а потоки лжи и бесстыдства с государственных телеканалов и СМИ, подконтрольных вам, уже просто окончательно потеряли берега и чувства меры. Менты себя ведут как полные дегенераты, цепляясь до каждого прохожего с целью к чему-нибудь докопаться и вымутить себе денег на взятку. Если раньше люди предпочитали от греха подальше откупиться, то сейчас в силу сложившихся обстоятельств мужики начинают сопротивляться, а скоро уже начнут и бить по морде. Врачи остались без средств индивидуальной защиты и каких бы то ни было гарантий, а ведь они тоже живые люди, и у них ведь тоже есть родные и близкие. Правда, среди врачей есть такие врачи, что лучше бы они первыми сдохли. Как правило, это доктора, занимающие руководящие должности в казахстанской системе здравоохранения. Именно они вкупе с властями уничтожили всю медицину в стране, не только потому, что они очень жадные и любят хорошо жить, ну и потому, что им абсолютно плевать на прямые обязанности и своих больных. А больные, как мы видим, остались без лекарств и необходимого медицинского оборудования, что с нарастающей пандемией коронавируса явно ничем хорошим уже не закончится. Предприниматели остались без покупательского спроса, без государственной помощи, без серьезного послабления в налогах, без кредитных каникул. К чему это приведет? Верно, к банкротству и, как следствие, многомиллионной армии безработных. Как только это произойдет, рядовые граждане останутся без средств существования. Самое смешное, что это не обойдет стороной и вчерашних чиновников, и бюджетников, которые подтасовывали выборы и делали сбросы. Из-за нарастающей инфляции и обнищания своего хозяина первыми на помойке жизни окажутся именно они, так как в статье расходов им, как шакалам, явно ничего не полагается. То же самое коснется и работников нефтяной промышленности, которые за свою санную зарплату и набитый желудок готовы были молчать в тряпочку. Хотя они, как правило, будучи людьми образованными и грамотными, прекрасно все понимали и осознавали, к чему это все в итоге приведет. И вот привело. Ваша кормуха, как и кормуха других сидящих на добыче природных искайпаемых, накрылась медным тазом, и вы, как отработанный материал, который нахрен никому не нужен, будет сокращен или цинично уволен. Иными словами, ситуация складывается патовая, и, насколько говоря, нехорошая. Экономические проблемы и социальные конфликты нам уже гарантированно обеспечены. И теперь на повестке дня будет стоять только один вопрос. Что дальше делать? Дорогие граждане! Правление Назарбаева привело Казахстан к кризису в аптек-сферах. Вся госсистема работает только на Назарбаево и его окружении. Любой, кто имеет собственную позицию, преследуется и уничтожается. Свободы слова нет. Везде цензура и пропаганда. Назарбаев присвоил и распродал лучшие заводы и природные ресурсы. Во взятке отдал более 40% нефтяных месторождений китайцам. Мы все прекрасно знаем, что коррупция разъела власть. Народ живет на грани нищеты. И страна идет на дно. Поэтому мы должны добиться кардинальных изменений. Это наша ответственность. Мы должны сказать нет уничтожению страны. Уважаемые сограждане! Мы создаем общегражданское движение «Демократический выбор Казахстана». Я призываю всех граждан объединиться. Давайте вместе изменим наш Казахстан. Славь! 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 Мы уже пришли к выводу, что казахстанские власти всех кинули, не контролируют ситуацию и уже ни на что не способны влиять. Но кроме как корчить урожено надвигающийся цунами. Народ остался один на один со своими проблемами. И из них придется как-то самим выходить. Вопрос как? Ответ один. Это только формирование гражданского общества и личной ответственности. План таков. Для того, чтобы взять общество под свой контроль, должны сформироваться независимые политические институты. Где их взять? Их надо создать. А если быть точнее, то построить. Как построить? Да, элементарно. Надо вложиться деньгами в понравившуюся политика или блогера, который занимается общественно значимым делом во благо всего общества и отечества. Эти люди должны быть храбрыми, умными, а самое главное, способными взять на себя ответственность. Такие люди есть везде. Они есть в России, в Беларуси и, конечно же, в Казахстане. Изучая несколько лет подряд внутреннюю политику Казахстана, я для себя стал находить абсолютно новых и доселе никому неизвестных лидеров, в которых, как и историк и политолог, увидел чудовищный политический потенциал. Безусловно, настоящим народным героем стал Дулат Агадил. Лидером общественного мнения является оппозиционер Аблязов. А настоящим политическим лидером, способным объединить страну под одним началом, станет женщина Алия Абулхаир. Как в свое время стала Индира Ганди в Индии, как Маргарет Тэтчер в Великобритании. Мое внимание она привлекла еще год назад, когда она, будучи ведущим экономистом крупнейшей нефтяной компании, с приличной зарплатой и хорошим положением, занялась политикой и общественной работой. Она храбро выходила на одиночные пикеты, отставила свою честь в судах, а самое главное, несмотря на ментовской и правовой беспредел, продолжала дальше делать свою сложную и опасную работу, несмотря на то, что любой другой на ее месте об этом бы даже не задумался. Об Алие сразу заговорили многие блогеры, каналы, оппозиционеры. Ее заметил и стал регулярно показывать на своем канале Аблязов. Мало того, даже в России она стала обладать существенным авторитетом и влиянием. И я тому яркий пример. Но что меня удивило в ней больше всего, так это четкое понимание всех политических процессов, причем не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. Будучи прекрасным экономистом, игроком шахматы и великолепно образованным человеком, Алия как никто будет способна на объединение всех оппозиционных сил Казахстана против главного в ближайшем будущем народного врага Дарьги Назарбаевой. Да-да, именно нашей дорогой Дарьги. Сейчас к моему глубокому ужасу наступает именно ее время. Отец стар, Такаев ничего не решает, другие так или иначе в Назарбаевской иерархии стоят вслед за этой крайне опасной, злой и лицемерной бабенкой. Моей матери цель одна – сесть в кресло президента республики Казахстана. А вы этому как-то мешаете? Мое существование этого мешает. Дарьги 56 лет, она всю свою жизнь прожила в роскоши и в окружении слуг. Для нее человек – это пыль, больной ребенок, урод, собственный сын, враг. Отец, со слов ее ребенка, любовник. Я уже не знаю, правда это или нет, не люблю копаться в чужом грязном белье, но сам факт таких заявлений говорит лишь о полном скотстве и моральном разложении человека как личности. Даже трудно себе представить, что будет со страной, когда скопытнется ее папаша и к власти придет Дарьга Назарбаева. Эта тетя, впав в бешенство и ярость, закрутит такой болт, что у казахстанцев гарантированно сорвет резьбу и народ уже окончательно выйдет на улицу. Но этот выход не означает решение проблемы. Решение – это когда к власти приходит личность. Личность, доказавшая свою искренность и преданность собственному народу. Такой лидер обязан быть не только узнаваемым и привлекательным, а самое главное – жить на территории своей страны, ничего не бояться и быть способным организовать вокруг себя нужных и смелых людей. Такие люди должны все свое свободное время посвящать борьбе и будущей революции. Это большая, сложная и очень опасная работа, и за эту работу надо платить. Совсем недавно я выдвинул идею о том, что не каждый человек в силу определенных обстоятельств способен заниматься общественно значимыми и очень опасными делами. У каждого есть свои страхи и ограничения. Но согласитесь, если не способен на это ты, значит на это способны другие, значит этим другим надо как-то помочь. Как дать денег, скинуть на карту хотя бы 100 тенге, скинуть тому, кто тебе лично на данный момент нравится. Увидел ролик, посмотрел, что человек говорит дело, понравился – скинь ему хотя бы 50 тенге. С миру помитки – нищему рубаха. На эти деньги уже можно делать ролики такого же качества, как вы сейчас видите у меня. Нанимать себе адвокатов, пользоваться услугами дизайнеров, айтишников, сммщиков, охранников, выходить на международные организации и так далее, и так далее. А что самое главное, можно стать общественным фондом, помогающим активистам и просто смелым людям в борьбе с Назарбаевским режимом. Убили Дулата Агадила, кто помог его матери, жене и детям государства? Боже упаси, они же его убили. Им помогли и могут помогать только вы, честные люди и настоящие граждане, своими маленькими, но самое главное – стабильными перечислениями. Деньги – это митинги, гуманитарная помощь пострадавшим, качественная агитация, возможность отбиваться от бешеной государственной Назарбаевской системы. Не вложив и не вырастив, никакого урожая собрать невозможно. Лично я, как абсолютно незаинтересованное лицо, верю и симпатизирую Алие Аблхаир. Вы выбирайте, кого хотите. Возможно, сегодня это один, а завтра это будет другой. А может быть, каждому лидеру вы скинете по чуть-чуть дело ваше. Здесь самое главное – не оставаться безучастным. Поверьте мне, когда у ваших лидеров и активистов зашелестит бабло в кармане, они либо сразу сольются и скуриваются, либо наоборот вырвут страну из лап старого диктатора и зажравшейся элиты. Дорига президент Казахстана. Все правильно, дорога. Чтобы произошло какое-то событие, человек сначала моделирует и отстраивает это в своем сознании. Затем намечает шаги по достижению этой цели. Первый твой шаг. Говоришь себе, я президент, я президент, я президент. Такая в мебель, такая в мебель. Второй шаг. Пишешь в Википедию, что ты президент и идешь к папе. Третий шаг. Говоришь, папа, коронавирус наступает, надо действовать. Такая в мебель. Никаких мер по борьбе с коронавирусом он не предложил. Народ в шоке, не знает, как выжить. Нет средств на покупку самого необходимого. Вон ДВК, Мухтар, проклятый революционер. Она так меня называет в кругу своих близких. Вышел с пакетом требований ДВК на 3 миллиарда долларов. В стране революционная ситуация. Папа. Только я, Дорига Назарбаева, могу спасти нашу семью от разъяренного народа. Уже даже идиоту стало очевидно, что Казахстан стоит на пороге перемен и серьезных политических изменений. Это связано не только с деградацией и моральным разложением правящего класса, но и с колоссальным по мощности и масштабу надвигающимся экономическим кризисом, вызванным эпидемией коронавируса по всей планете. Уже любому понятно, что дальше так страна существовать и развиваться не может. Она зашла в тупик. Молодежь валит за границу, работы нет, инфляция прет, нефть ниже плинтуса, коррупция запредельна, элита потеряла берега. Единственный выход – это научиться брать на себя ответственность и начинать формировать независимые политические институты. И у Казахстана есть шанс. Это связано не только с тем, что в стране существуют различные платежные системы, позволяющие перечислять деньги с неимоверным удобством и скоростью, но и с тем, что Казахстан – это всего лишь 18 миллионов человек, что по современным меркам совсем небольшое население. Казахстан на самом деле очень легко организовать. Во всяком случае, это в разы легче сделать, чем в той же самой 140-миллионной дремучей России. И памятный выход людей в Алматы – тому яркий пример. И напоследок, я скажу так. Хочешь участвовать – участвуй. Хочешь перемен – научись анализировать и вкладывать. А хочешь дать будущее своим детям – делай революцию. Революцию сознания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова